Привет! Сегодня я хотел бы подвести промежуточные итоги по истории с портированным SteamOS от компании Valve на сторонние устройства. Вы не знаете, я никогда об этом не говорил, но я являюсь фанатом Steam Deck. Мне он очень нравится. Это была первая handheld приставка, не считая Nintendo Switch, которую я приобрел чуть ли не на старте продаж, в силу того, что мне просто было очень интересно посмотреть, что же это такое. Я купил его в LCD-версии и сразу же был шокирован тем, как проработана и как оптимизированная система. То, насколько просто обращаться с консолью человеку, который не знаком с компьютерами, допустим. Что, конечно, не сказать обо мне, я очень сильно с ними знаком, но именно, что касается гейминга, я люблю минимальные усилия, чтобы сел, запустил и играешь. И Steam Deck дал мне этот опыт, что мне очень понравилось. После этого я влюбился в Steam OS, в силу чего я не спешил переходить на сторонних производителей после того, как они начали активно заполнять рынки, в силу того, что просто они были на Windows. Все мы знаем, гейминг на Windows несет в себе очень большой, очень большую номенклатуру «но», между которыми мы вынуждены лавировать для хорошего опыта. Но это продолжалось недолго. К счастью, была выпущена Bazite OS командой разработчиков и энтузиастов. Собственно, с этого момента я начал присматриваться к сторонним производителям, и мой взгляд остановился и упал на консоль от компании Asus Rock LAX. На тот момент это был самый топовый, самое топовое железо на рынке, поэтому я сразу же взял его и установил туда Bazite OS, так как на Windows, естественно, я не собирался оставаться. Bazite OS мне дал приближенный опыт игры, приближенный к Steam Deck, что мне очень понравилось, но были свои. Но, скажем так, такие как в некоторых играх вместо игры даже на максимальных ваттах показывалось слайд-шоу, и это просто было не убрать, это ничего нельзя было поделать. Поэтому я все-таки очень сильно ждал, что Valve подтянется и сделает что-то с этим, выпустив свою операционную систему для пользования на сторонних устройствах. И, наконец-то, очередным вечером, купаясь в зарубежном интернете, я наткнулся на пост, в котором обсуждалась установка рекавери образов SteamOS на сторонние устройства. Естественно, я сразу же согрелся это сделать, и этим же вечером я, собственно, накатил уже SteamOS на Roku LAX. И сразу же столкнулся с огромным списком проблем. Первая из которых была просто банальный фриз на загрузки, в силу того, что во время загрузки, точнее установки Windows, происходит подтягивание файлов из интернета, которые несовместимы со сторонними устройствами. Это все исправлялось просто переустановкой Windows, точнее сбросом заводских. После загрузки в систему, конечно, нас ждал нерабочий контроллер, нерабочая подсветка, нерабочее управление количеством ватт, подаваемым на процессор, и много-много другое. Вы продолжите, так сказать. Это все, естественно, исправлялось сторонними утилитами, которые я нашел на также зарубежных сайтах, потому что по всей видимости, я один из первых в России устанавливал SteamOS на сторонние устройства, и русскоязычной информации не было. Поэтому я погрузился в чтение иностранных ресурсов, где нашел всю необходимую информацию. Также я поднял все архивы КГБ для того, чтобы исправить все неполадки. После чего консоль у меня, скажем так, с натяжечкой начала работать более-менее, как должна работать. Но было одно волосатое огромное но, которое притаилось за углом. После минорного обновления небольшого, каждого, каждый раз приходилось повторять данные шаги в силу того, что все отваливалось. Просто SteamOS-то все удаляло. Все правки, которые были сделаны, просто обнулялись. В силу чего, естественно, кинетическая энергия моей пятой точки стремилась к плюс бесконечность. И я уже думал было сдаться, но не тут-то было. Мой энтузиазм все-таки взял верх, и я продолжил сие действия. И продолжал его успешно до обновления, которое вышло буквально месяц назад. под номером 3.7.9, в которой наконец-то появилась полноценная поддержка работы контроллера. У нас завелись все кнопочки, у нас начал работать гироскоп, и можно сказать, что, в принципе, опыт использования приставки стал удовлетворительным. В принципе, на уровень со Steam Deck. Но было одно небольшое но. Все еще контроль TDP не работал, и приходилось использовать стороннюю утилиту aka Simple Decky TDP, что, естественно, меня не устраивало. Decky Loader, как вы все знаете, иногда имеет свойство отваливаться, и приходилось это все опять ставить заново. Но после выхода обновления 3.7.10, наконец-то у нас появилась поддержка выставления TDP. Пускай в режиме, в котором у нас, который мы наблюдали на Windows, в трех режимах это Low Power, слабая мощность, Balanced, забалансированный, то есть Medium, и Performance, что значит высокая мощность. По аналогии с Windows это было 13 Вт, 17 Вт и 25 Вт. То есть, подводя итог, можно сказать, что сейчас, в случае, если вы устанавливаете SteamOS 3.7.10, вас ждет полноценное рабочее устройство без всякого рода допиливаний, которыми я занимался очень долго. То есть, вы сейчас можете переходить и получать удовлетворительный опыт, даже позитивный, я бы сказал. Я пробовал сравнивать на низких Втах ASUS ROG LAX на 15 Втах пробовал сравнивать со Steam Deck, и могу сказать, что в данном сценарии он работает даже лучше, чем Steam Deck, в силу того, что все-таки железо поновее, оно вышло на год позже, даже чуть побольше. Несмотря на то, что мы ставим здесь разрешение 1920 на 1080, в Steam Deck это другое разрешение поменьше, да, 800 Вт. Тем не менее, приставка на 15 Втах справляется намного лучше с играми, нежели Steam Deck. Конечно, понятно, в силу чего это происходит. Не надо закидывать меня помидорами, это действительно правда, в силу просто банальных причин. Я опять же повторюсь, что я являюсь фанатом Steam Deck'а, и он у меня есть, я его использую, но, конечно, после того, как вышло все-таки официальное обновление, которое дает тот же самый опыт на стороннем устройстве, я, конечно же, начал предпочитать ROG LAX для повседневного гейминга. Поэтому, подводя итог, что я могу сказать? Что если вы вдруг раздумываете над тем, чтобы переходить с Windows в силу того, что вы от него устали, либо он вас не устраивает, либо вы являетесь пользователем BASITE OS и раздумываете над Steam OS, я думаю, что сейчас настал момент, когда это можно сделать. Вы можете это сделать, посмотрев мое видео на канале, которое я опубликовал заранее по установке Steam OS на стороннее устройство, и через полчаса вы уже будете наслаждаться опытом консольного гейминга. Никакого Windows, никаких глюков на BASITE OS, которые сопровождают ее, как бы она хороша не была, но так оно и есть, к сожалению, так как все-таки это энтузиасты, это не рабочая группа, которая за это получает стабильный доход, правильно? Это все-таки делается своего рода как хобби, поэтому это никогда не сравнится с полноценной поддержкой крупной компании, какой является ВАЛ. Подводя итоги, я хочу сказать, что я категорически советую всем тем, кто не является мастерами тинкеринга или любителями по зависать на настройках во время того, как вы играете. Если вы не такой, тогда ваше время пришло, можете переходить по ссылочке в описании и устанавливать себе Steam OS на ваше стороннее устройство. С вас остался только лайк под этим видео, напишите комментарий, было ли это интересно и подписывайтесь на канал. Всего доброго!